Всем привет любителям сала, с вами канал радости частного дома. Посмотрите какой смачный кусок сала я купил, с прослойками, мясной, очень вкусный и из него я хочу приготовить восхитительное сало. Здесь у меня ровно полтора килограмма, я уже снял шкурку с него, я не люблю со шкуркой сала и объясню потом почему. Итак смотрим. Для начала я делаю вот такие вот надрезы, но я их делаю не до конца, это для того, чтобы сало у нас лучше промариновалось и было вкуснее. Теперь подготовим соус для нашего сала, здесь у меня две чайные ложки смесь перцев, добавляю я одну полную столовую ложку соли и добавляю сюда приправу для сала и копчености 15 грамм. Добавляю я сюда измельченный чеснок, ровно 60 грамм. Чеснок я измельчал с помощью блендера, мне так нравится, быстро и удобно. Как всегда к ложке прилипает чеснок, я его снимаю пальцем. Я своими руками никогда не брезгую, готовлю я для себя, не для общепита, если кто-то готовит грязными руками, одевайте перчатки. Теперь я сюда добавляю соевый соус классический, добавляю я понемногу, то есть по одной столовой ложке и смотрю на смесь. Смесь у нас должна получиться не сильно жидкой, но и не сухой, так чтобы она хорошо прилипала к салу. В итоге я добавил сюда 4 столовые ложки соевого соуса, мне этого показалось достаточно. А вот для чего я снимаю шкурку, чтобы здесь намазать специями, так сало получается намного вкуснее, оно лучше пропитывается вот этими вот специями, ароматами и солью конечно же. И теперь я этот кусок обмажу со всех сторон и я всегда делаю так, чтобы сначала обмазать низ, потом переверну и уже не надо будет его туда-сюда переворачивать тысячу раз и как видите я сразу обмазываю в фольге, потом заверну в фольгу, уберу в холодильник и продержу его там всю ночь, чем дольше сало пропитывается специями, тем оно будет вкуснее. Все я обмазал, заворачиваем и как я и говорил убираем в холодильник на всю ночь. Прошла у меня ночь, сало я поместил на противень и теперь убираем его в заранее разогретую духовку до 180 градусов ровно на один час. Прошел у меня ровно один час, на готовность проверяем с помощью ножа, протыкаем и смотрим, если у нас нет кровяного сока, то сало у нас готово, так как у нас там есть прослойки мяса. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте палец вверх, всем пока, пока.